Статус Нагорного Карабаха сознательно не упомянут в трехстороннем заявлении от 9 ноября. Проблема статуса является противоречивой и было решено обойти этот вопрос стороной и оставить его на будущее. Об этом, как передает канал 13 на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента. Именно из этого мы исходим в наших контактах с Ереваном из Баку. Сейчас отрабатываются такие нюансы, я бы сказал, детали, связанные с организацией транспортного сообщения, снабжение зоны ответственности миротворцев, оказание в ней гуманитарного содействия людям, которые туда вернулись. Уже 50 тысяч армян туда вернулись из Армении. И, конечно, мы хотим, чтобы международные организации, кроме Красного Креста, которые там работают и продолжают это делать, включая ЮНЕСКО, ООН и другие, имели возможность работать. Они сейчас согласовывают формат своей оценочной миссии с Баку и Ереваном. Там есть тоже вопросы, связанные с противоречиями вокруг статуса. Ровно потому, что статус Нагорного Карабаха, проблема статуса является противоречивой, было решено тремя лидерами обойти этот вопрос стороной и оставить его на будущее. Этим должны в том числе заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Они сейчас возобновили свои контакты со сторонами и собираются еще раз ехать в регион, пояснил Лавров. По мнению главы МИД России, вопросы статуса будут решаться тем легче, чем быстрее на земле будут выполнены заверения, которые прозвучали и из Баку, и из Еревана о том, что главное сейчас наладить повседневную жизнь всех общин этнических и религиозных, которые в Карабахе сосуществовали и должны восстановить свое мирное добрососедское сосуществование. Продолжение следует... ... Субтитры делал DimaTorzok